Сдайте телефон с собой, только ручка и паспорт. С этими словами мам, пап, бабушек и дедушек будущих выпускников встретили организатора экзамена в школе номер 13. Проверить свои знания по истории решили почти 20 человек. Татьяна Маслова захотела на себе прочувствовать то, что предстоит пройти ее сыну при сдаче ЕГЭ. Хотела проверить, как это проходят наши дети, что это очень интересно. Хочу объяснить своему ребенку, что нет в этом ничего страшного, что-то мама пришла сама, все испытала на себе. Ну, очень интересно, хорошее, интересное мероприятие. Заданий здесь меньше, чем на реальном экзамене. И время на их выполнение – 55 минут, вместо почти 4 часов на настоящем ЕГЭ. Все остальные условия сдачи максимально приближены к действительности. Участники на входе в учебное заведение прошли осмотр металлодетектором, оставили все личные вещи, кроме ручки и паспорта. Бланки те же, что обычно раздают старшеклассникам. Большая часть заданий предполагала развернутый ответ. Лишь пара с вариантами. Также родители успели написать сочинение. За 55 минут успеть многое невозможно. Но, тем не менее, написать сочинение миниатюру, представить свою аргументацию, знание исторического контекста, дат и исторических личностей родители успеют. Результаты не так важны. По словам организаторов, главная цель – развеять страхи родителей, чтобы они, в свою очередь, смогли подготовить детей к психологическим нагрузкам во время экзаменов. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.